Приветствую тебя, дорогой друг, на канале, посвященном ремонту Mercedes-Benz. И у нас сегодня вот такие автомобили. Это E-класс купе 207-й, рестовый кузов, 274-й мотор. Сегодня у нас антирекорд от Mercedes-Benz. Пробег 33 тысячи километров. И у машины уже горит чек с ошибкой по положению впускного распредвала. Она сейчас сохраненная, но чек загорается. Машина куплена в автосалоне в одном московском. И оформлена страховка на ремонт, я так понимаю. Страховка в том числе и на двигатель, благодаря которой хозяин может устранить эту неисправность за счет страховки. И все стандартно. Проблема случилась с распредвалом впускным. Сейчас покажу вам положение вала. Должна быть вот эта цифра в зеленой зоне. То есть она должна быть зеленая, но она красная. Сейчас вы все увидите сами. Нужно держать 3-3,5 тысячи. У нас 4 градуса вместо вот этого значения. От минус 10 до 3. Сейчас она начала колбаситься. Подключить активацию нужно. Все, вернулось на свое место. Да, 35 стало в аварийное значение. Не суть. В общем сместился вал и сместился совсем чуть-чуть. Видите, по границе стоит. Верхняя граница 3 градуса. А должно быть... А у нас получается 4-4,5. Муфта не гремит, но озвучена сумма. Согласован весь ремонт. Ставится новая муфта. Ремонтируется распредвал, как обычно. Ну, а этот беляшек сейчас загоним, разберем и, конечно же, починим. В течение дня будет все готово и прекрасно дальше работать и радовать владельцев. Как ранее уже несколько раз озвучивал, бюджет в районе 100 тысяч рублей. Зависит от того, что мы меняем. Меняем, не меняем цепь. Меняем, не меняем масло. То есть делаем ТО. Здесь все включено, что называется. 120 тысяч рублей. Меняем муфту. Ремонтируем вал. И делаем ТО. То есть меняем масло в моторе. Меняем фильтры. По необходимости, естественно. Если они будут чистые, конечно же, оставлю их. И будет все дальше это прекрасно работать. Еще раз удивимся. Все вместе пробегу в 33 тысячи километров. Кто не верит, я сейчас зайду в разные блоки. Покажу вам через старуху. Я 100% уверен, это уже не первая машина с таким пробегом, у которой это случается. Обязательно досмотрите видео до конца. Я расскажу, из-за чего же это на них происходит. Такая проблемка. Свою, естественно, версию. Вы можете обязательно в комментарии написать свою версию. Ну что ж, загоняем эту аппаратуру. Делаем и выдаем на следующий день владельцу. И еще один немаловажный момент. Гарантия 100 тысяч километров дается на установленные запчасти и на работу. При условии замены масла раз в год, либо раз в 10 тысяч километров в нашем сервисе. Здесь 100% будет приезжать машина раз в год. Потому что такие автомобили обычно ездят очень-очень мало. За год они обычно не наезжают 10 тысяч километров. Ну и эта машина также куплена, я так понимаю, в подарок девушке, которой этот автомобиль очень-очень понравился. И дальше, я уверен, будет только радовать. Не повезло немножко владельцу. Немножко не вовремя сместился этот вал окончательно. И, соответственно, начала выбиваться ошибка. Ошибка и чек этот будет гореть при ускорении, при длительной езде под нагрузкой. Когда вал должен повернуться в определенное положение. И как раз он повернутый в определенное положение, докрученный, встает в красную зону по углам. И выскакивает ошибка и загорается чек. Вот и все. Загоняем, разбираем. И покажу, что там у нас внутри. На таком мизерном пробеге. Я удивляюсь, 30 тысяч километров и вал приехал. Как и сказал, еще раз повторю, причину я назову в конце видео. Из-за чего это происходит. По пробегу информацию нужно зайти в электронный замок. Это, конечно же, не панацея. Ибо скрутить можно везде. Но, тем не менее, не всегда это получается. Здесь 33 тысячи. Дальше мы зайдем в блок ESP. Также действительные значения. Предупреждение падения давления в шинах. Вот такие вот пробеги. 18 тысяч километров. И далее мы зайдем в комбинацию приборов. Где записаны все сервисы автомобиля. Действительные значения. Память техобслуживания. Посмотрим. 4 ТО было у этого автомобиля. Все стандартно. За 4 раз 15 почти тысяч. Менялось масло. Нет, получается 12. Потом 15 машины. Судя по всему, год стояло. Хотя дневных циклов очень и очень много было пропущено. 1600. Это 4 года почти машина стояла. И спустя это сделали ТО. Потом 2000. И вообще очень много машина стояла. Очень много стояла. Вот такая вот история обслуживания. Не могу не поделиться с вами такой вот красотой. 30 тысяч километров. Пробег у данного двигателя. Делаем ГРМ. Вот такая вот красотища. Аккуратно все по герметику. Также и сделаем, соберем. Все будет прекрасным. Не могу просто не поделиться. Да, шибата. Как же кайфово и приятно разбирать. Практически новый мотор. Кто еще этого не делал, советую попробовать. Вон колодцы. Как новые свечи. Похоже, новые поставлены. Вот такая красота. Дальше продолжаем разбирать. Примерно полчаса еще осталось. И взорвем, что называется, клапанку. И все будет видно невооруженным взглядом. Погнали. Ну что, вот у нас злосчастный вал. Точнее импульсный диск на этом распределительном валу. Сейчас его на место поставим. Зафиксируем. Тик сваркой. И все это прекрасно дальше поедет. Как и уже говорил много раз. Буквально вот они миллиметры. И этого достаточно для того, чтобы выскочила ошибка. По положению вплывкнового распределома. Точно так же по выпуску контролируем, что нормально установлено. И просто этого только фиксируем. Есть еще некоторые параметры, которые обязательно нужно проверять перед тем, как ставить на место распределительные валы. Все, сейчас привариваем их и будем собирать промежуточный этап, так скажем. Муфту уже эту накинул. Провернул против часовой, задавил натяжитель. Сейчас хватает длины цепочки, чтобы поставить впускную муфту. Ну и пульсный диск, естественно, на своем месте. И там, где он должен быть. И зафиксирован уже, что называется, на веки вечные. Ну что, конечно же, вам интересно. Первый запуск после ремонта. И снова вам покажу этот чудный пробег. 33 тысячи километров. Какой же классный салон, блин. Только сейчас разглядываю. Офигенно в состоянии. Чутка громко, как обычно. Масло прокачалось. Все прекрасно дальше работает. Все, сейчас прогреваем и показываю, какие сейчас будут реактивации. Значение, положение вала впускного. Ну, соответственно, выпускной тоже вам покажу. Так, все, аппаратура готова. 33 тысячи километров пробег. Мерседес, 207-й кузов, 13-й год. Чек уже сам потух. Запускается идеально, быстро, без каких-либо проблем. Здесь ошибки у нас висят, потому что делал активацию. Висит верхняя ошибка. П, 0, 0, 14, 64. П, 0, 0, 16, 85. Ошибка висит, потому что была проблемка с распредвалом впускным. Его мы восстановили, естественно. Как я и показал. Теперь все будет прекрасно работать. Еще раз напомню, 100 тысяч километров гарантия. Без ограничения по времени. Нужно только у нас менять масло. Каждые 10 тысяч километров, либо один раз в год. Активации вам показать, что ли? Да, надо только выгнать машину, прогреть ее. И после этого она разрешит, машина, сделать активацию. Температура должна быть больше 80 градусов. Ждем немножко. Можно сказать, что моментально прогрелся. Достигли нужной температуры. Моментально он прогрелся, потому что работает термостат. И помпа, естественно, перекрывает на маленький контур. 3000 оборотов. Делаем активацию. Все прекрасно. Там, где и должно быть. Чуть-чуть, как всегда, раньше ставлю. Чтобы вал еще... То есть, чтобы цепочка при растяжении ездила довольно-таки долго. И мы смотрим выпуск теперь. Тоже все прекрасно. Стоит рядочком с границей, но ничего страшного в этом нет. Как я и сказал ранее, при растяжении будет уходить ближе к середине. На этом все. Спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Приезжайте чинить свои Mercedes-Benz. Буду рад всем помочь. Очень скоро будет информация по 63-м автомобилям. И будет ее много. Со 157-м мотором. В 166-м кузове. Всем удачи. Всем пока. Жму руку. Берегите себя. И обслуживайте своих коней с любовью. Пока. Удачной дороги. Субтитры подогнал «Симон»!